От окружающих глубокой печалью. Сам он считал себя беланхоликом и, презирая новейшие психиатрические ярлыки, пользовался традиционной астрологией. И родился под знаком Сатурна, светила медлительного планеты, околичностей и отсрочек. Он пытался поймать профиль истории в самых ничтожных образах реальности, буквально в её клочках. Он писал в так называемом прекрасном самое парадоксальное то, что оно вообще существует наяву. И этот парадокс, проще говоря, чудо-явление, было центром его интересов. Составленная им антология писем немецких авторов вышла под заглавием «О чести без славы, о величии без блеска, о благородстве без награды». Эти три фразы могли бы стать девизом на его гербе. 120 лет назад родился Вальтер Беньямин. Он стал известен статьями в литературно-философских журналах за 10 лет до прихода Гитлера к власти. Мало кто помнил его имя, когда в 40-м году Беньямин, спасаясь от нацистов, оказался на французской-испанской границе и покончил с собой, не получив въездной визы. Потрясённые его самоубийством пограничники разрешили всем эмигрантам проследовать в Испании. Он считал себя хроническим неудачником и не был героем, но своей смертью спас жизни нескольких тысяч людей. Со второй половины 20 века интерес к работам и личности Беньямина непрерывно возрастал. Его идеи были восприняты во всех областях гуманитарного знания. Мыслители самых разных направлений, от теологов до марксистов, используют их в качестве исходных теоретических моделей при объяснении современности.